Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня мы на эфире «Арча-Медиа» будем обсуждать судебные разбирательства между бывшими кандидатами в депутаты Джорджа Ургенша с Лейлой Исаралаевой и между Турсумбаем Бакеролой. Лейла, добрый вечер. Сначала расскажите, пожалуйста, вообще, откуда началось это разбирательство, в чем суть разбирательства самолёв? Угу. Моя претензия к нашему экс-ампутсмену и депутату трёх созывов Турсумбая Бакеруу в том, что он, участвуя в выборах, он не убрал свои баннеры, которые были ещё на предыдущих выборах, то есть в мае. Мы участвовали на выборах, которые были в сентябре, а он их не убрал, и они всё лето провисели. Когда началась предвыборная кампания, это огромные баннеры, может быть, 2 на 3, может, 3 на 4 метра, они висели прямо на центральных улицах, и там, значит, он во всей красе, там написано «Я вернусь» и так далее. Вот. И я посчитала, что это не совсем справедливо, потому что по отношению к тем, кто только баллотируется. Тем более, это баннеры с прошлых выборов. И когда люди бесконечно смотрят какой-то портрет, то, конечно, они уже не будут изучать других кандидатов и могут сразу автоматически проголосовать на того баннер, которого они бесконечно видят. И, значит, 11 августа мы получили решение ЦИК о том, что он должен удалить эти баннеры. Вот. Но когда мы поехали 12 августа, эти баннеры красовались, висели так же, никто их не убрал. Естественно, я написала пост о том, что мы заново подаём жалобу в ЦИК, потому что он не только не сделал решение, не выполнил решение ЦИК, но ещё и оставил, то есть наплевательски он отнёсся. Вот. Об этом я написала. И я в своём посте написала, что он же сам экс-омбудсмен, он должен права человека, то есть в букте закона он должен прям следовать. Вот. Такой пост у меня был о том, что вот текст нашего обращения и так далее. На что он очень хамский. Я просто удивилась, что человек был, оказывается, в трёх созывах депутатом. Он вершил судьбу народа, он был амбудсменом, он вершил судьбу права человека, он защищал. И оказывается, он совершенно такой невоспитанный человек. И он, значит, обозвал меня там и на агент Батыш Чулар, ЛГБДН, и, значит, продажная журналистка, и, значит, господи, любовница экс-президента. Вот. Конечно, ну, как бы у меня-то такое вот есть понимание, да, что могут такие гадкие вещи писать, особенно в соцсетях. Ну, я, конечно, была шокирована именно от кого. И на его странице, на которой там 21 тысяча подписчиков, потом он дублировал у него, оказывается, две страницы, там ещё около 7 тысяч подписчиков. Вот. И я как бы не знала, да, что мне делать. Я впервые столкнулась с таким хамством публично. Вот. Я прочитала этот пост маме. Ну, конечно, не делайте больше так никогда. Мама очень сильно расстроилась. Ну, вы знаете, я ещё, это же на крыском было написано, и я прям вот всех вот этих нюансов, оскорблений, я не поняла. Меня это задело, но я не поняла, что это означает любовница, и ещё в таком вот неприятном самом виде. Вот. И мама очень сильно возмутилась. Она особенно сказала, это разве экс-омбудсмен? Ты должна обязательно подать в суд. Вот. И, значит, уже, когда шли предвыборные, конечно, мне не до этого было. Вот. И самое интересное, что мы потом подали на этот пост жалобу в ЦИК. ЦИК его оштрафовал на 12 с половиной тысяч сомок, и тоже, как бы, ему решение было, чтобы он убрал этот пост. Оказывается, он его не убрал. Ещё люди опять читают и смотрят и так далее. Вот. Во время выборов он совсем мало набрал голосов. Вот. Но это ладно. Вот. Потом, значит, конечно, это всё отразилось на моём здоровье. У меня был очень сильный стресс, и даже какой-то нервный тик образовался. Я пошла к окулисту, думала, у меня что-то со зрением, но она сказала, что это на нервной почве. В общем, у меня все есть документы. И самое главное, что в октябре моей маме было очень плохо. Она лежала в кардиологии всю неделю. То есть я всё это связываю, конечно, ну и остальные тоже наложили отпечатки, да, может быть, переживания. Но вот это вот циничное оскорбление очень сильно подкосило и моё здоровье, и здоровье моей мамы. Поэтому мы всё это в иске указали. Вот. И, значит, мы требуем с моим представителем, во-первых, извинений, во-вторых, чтобы он опровержение написал, и, конечно же, моральную компенсацию. Моральная компенсация – полтора миллиона сомок. Все смеются, да, особенно мои коллеги-журналистки из «Кактуса». Они говорят, а не много ли? Вы знаете, вот сами наши журналистки из «Кактуса», только потому, что они вот написали правду, их, они получили огромный иск – 600 тысяч сомок. Вот я им сказала, а что вот как бы людям у власти, да, или там бывшим каким-то правителем, ну, кто был у власти, им, значит, можно нас оскорблять, а кто будет отвечать? И поэтому я такой большой иск намеренно сделала, чтобы показать, насколько это выглядит как бы несуразно, да, когда люди вот такие иски подают. Но если я выиграю, я сказала, я вам, девочки, из «Кактуса» помогу с вашим штрафом разобраться. Ну, это юмор, конечно. Ага. Вот как раз-таки в связи с вашими словами вопрос, да, почему у нас привыкли, что слова журналиста и слова политика, они имеют разную цену, и журналисты всегда отвечают за свои слова, всегда им приходится сидеть иногда в тюрьмах, иногда оставаться без работы, без денег, без жилья, а политикам разного уровня иногда это прощается. Наверное, это в этом смысле ваш случай больше как прецедент в кыргызстанской политической культуре, да, можно сказать. Как вы думаете, у нас цена за слова политика и журналисты, они равны или нет? Я думаю, что слово журналиста, оно намного весомее, потому что журналисты просто так не ляпают. Прежде чем что-то, какой-то сделать вывод или что-то сказать, какое-то обвинение, журналисты проделывают очень кропотливую работу, потому что мы знаем, что вот неправильное слово напишешь, тебя обязательно привлекут и огромный-огромный иск. Поэтому то, что говорят журналисты, это всегда правда, и за которую любой журналист может в любое время суток ответить. Вот, например, я за свои статьи, даже которые я писала 20 лет назад, я готова отвечать и сейчас, потому что я каждое слово проверяла. Вот, недавно я публиковала свою статью в Клопе, и вы знаете, фактчек работал три дня. Три дня они проверяли каждое мое утверждение. И если это утверждение не совпадало, мне приходилось его менять. То есть я хочу показать, насколько скрупулезно журналисты, в том числе и бузукулар, как нас называют, относятся к своей работе. И в то же время вот мы видим просто разнузданность. Иначе я не могу назвать то, как ведет себя Турсунбай Бакирулу. Это же не первый раз, не единственный раз, когда он меня оскорбил. Не так давно, значит, наша коллега по платформе Гладис Тимирчиева выступала с докладом в Варшаве. И она рассказала о ситуации со свободой слова. Это, в принципе, то, что мы каждый день говорим сами, как у нас ущемляется свобода слова и так далее. Вот. После ее доклада Бакирулу сделал видеообращение, где очень сильно тоже оскорбил Гладис. И я не выдержала, я написала, вы же экс-омбудсмен, вы должны защищать права человека и свободу слова. Как вы можете? Позор вам, вот так я сказала. А он в ответ такая же хамская риторика. Позор вам несчастной, продажной какой-то такой-то женщине. То есть он даже то, что ЦИК принял решение его оштрафовать, принял решение, чтобы он удалил вот этот пост, это ни к чему его не привело. Абсолютно не изменился человек, он не понял, что он должен отвечать. Вот. И поэтому это еще больше усилило мое убеждение, что я хочу, чтобы он ответил за каждое свое слово. Не только за меня, может быть, за всех тех, кого он оскорблял. А, и знаете, еще что интересно? Когда он комментировал вот этот иск, это уже в декабре было, он тоже видео на фоне елочки заснеженной записал. И он это сказал, что я на него подаю иск, потому что он продвигал закон об иноагентах. Это, ребята, абсолютно две разные вещи. Но если он инициировал какой-то закон, это одно. А если он оскорбил человека, это совершенно другое. Вот поэтому я хочу сказать, что, допустим, слова журналиста, они действительно проверены, им можно верить. А слова вот некоторых таких политиков, к сожалению, это просто иногда ложь, оскорбление, и они должны ответить за это, чтобы не было больше такого прецедента. Я сейчас, слушая ваши слова, понимаю, что политики часто могут позволить себе такие выражения, неполитокорректные, очень плохие выражения, часто по отношению, чаще всего по отношению к женщинам, журналистам, к женщинам и их этим, да. Как вы думаете, это связано? Вряд ли тот же, то, что Майба Керулу, это мог бы сказать по отношению мужчинам, да, если можно сказать, мужчинам-кандидатам, которые были его, против него тоже боролись. Как вы замечаете ли такую тенденцию, как журналистка, который работает в крыльевском медиа очень много лет? Ну, вы знаете, если вот личность Турсу Майба Керулу взять, то он как бы абсолютно не смотрит на гендер, он и женщин, и мужчин обзывает. И у нас даже был случай, когда он очень много оскорблял одного журналиста, Эрика, по-моему, вот, и он пришел к нему разбираться, и они, по-моему, чуть ли не даже не до драки у них дошло. Вот. А что касается, как бы, в целом, то, конечно, вот даже во время Бакиевых женщин-журналисток не трогали. Вот, ну, я не знаю, с чем это связано было, все равно женщин не убивали, не сажали вот в таком виде. Нынешняя власть, она абсолютно не это не делает. Может быть, это и хорошо, это значит, у нас гендерное равенство, как мы можем в этом плане сказать. Вот. Но то, что, как бы, сегодня журналисты наиболее уязвимы, сегодня правозащитники и вообще представители гражданского общества при нынешней власти, они уязвимы вне зависимости от гендерной принадлежности. У меня такое мнение. Потому что мы видим, двое журналистов у нас сидят наравне с мужчинами, хотя у них абсолютно никакой их вины нету в том, что их обвиняют. Просто незаконно сидят наши девочки и мальчики. Если возвращаться вообще к сути вашей претензии по отношению к Баккеролу, мне кажется, очень большие вопросы не только вот то, что он говорил, а в принципе, как устроены предвыборные дебаты, как предвыборная гонка, как система работает в этом случае. Мне кажется, вы как кандидат, который уже прошел через это, как вы можете оценить, насколько дебаты и вся предвыборная гонка дает истинную, дает картинку про истинного человека, кандидата, можно сказать. Вы знаете, от выборов у меня осталось очень хорошее впечатление, потому что вот, в принципе, сам процесс выборов, он очень легкий, прозрачный, то есть очень легко зарегистрироваться, если у тебя нет судимости, если у тебя ничего такого страшного нету. Потом, значит, все равны, у всех одинаковое время. Особенно мне понравились дебаты на КТРе, потому что, допустим, вот когда, ну не только дебаты, вот мы же, у нас у каждого было 10 минут, чтобы выступить. Вот у меня очень резкая критика была, вот вся моя предвыборная была основана на том, что я очень резко критиковала власти. Вот, и наши коллеги, они ничего не вырезали, абсолютно никакого слова, ни комментария, ничего не говорили, хотя это была реальная, как бы такая критика, и могли они, может быть, даже по шапке получить за это. Вот. И во время дебатов тоже я не почувствовала никакой агрессии или какого-то такого неприязненного отношения. И самое удивительное, что, например, вот нас было пять кандидатов, и все пятеро хвалили нынешнюю власть, да. И вот в какой-то момент, а я все время критикую, и в какой-то момент у меня такое ощущение было, что, может быть, я не права, может быть, действительно все кругом прекрасно, и это у меня какие-то гагнитивные, да, эти проблемы, что я вижу это все. Ну, и вот это прямо, вот представьте, вы стоите в прямом эфире, и вот этот елей, который из всех льется, и ты думаешь, а вдруг это ты не прав, а они все правы, и все это прекрасно, что делает президент. Но это буквально было какое-то вот несколько секунд у меня, но вы представьте, я-то подготовленный журналист, я все время пишу, я анализирую, я говорю, а если человек, у которого нету критического мышления, это то, что сегодня сказал наш президент, если человек на веру принимает абсолютно все, что он слышит, вот тогда он становится заложником вот этой манипуляции и пропаганды, которая со всех щелей ГОСТВ как бы льет. Вот, ну и поэтому как бы я хочу сказать, что вот сама предвыборная кампания, работа ЦИКа, в принципе, она была построена очень хорошо. Единственный момент был, когда публиковали, значит, пресс-служба ЦИКа публиковала фотографии только определенных кандидатов, там одного, который, кстати, победил потом, да, в его выгодном свете, а нас там так себе непонятно. Вот, ну, ясно, что как бы ребят попросили, и не просто так, наверное, попросили. Вот, но, конечно, как люди проголосовали? Люди проголосовали так, как им заплатили. Я, конечно, не могу утверждать, потому что я никого не ловила, там, ргал бедная, как бы пыталась, да, доказать там это, но и у нее не было доказательств. То есть это же такая система, которая уже отработана. Вот, если бы все было честно, как сказал один мне политик, то вы бы со своими 200, там, 11 голосами победили бы, ну, хотя там были и это, то есть те, которые не подкуплены. Хотя, мне кажется, вот там был еще один кандидат, он сидел в СИЗО, и за него реально 800 проголосовали. Я думаю, наверное, он бы победил, не мои 200. Вот, так что, как бы, ну, может быть, вот этот вот феномен выборов еще надо изучать и изучать, но я не жалею, что я поучаствовала, я много увидела, ну, наверное, просто еще надо много работать. У нас вообще, в принципе, в Кыргызстане очень часто бывают случаи, когда власть и политики подают в суд на журналистов. Вот, вот, а вы со своим прецедентом, что, чего вы хотите добиться или хотите ли, чтобы это продолжалось, чтобы журналисты тоже боролись за свои, как это называется, репутацию перед людьми, да? Да. Расскажите про, вообще, в принципе, с чего вы решили вот на конце. Ну, во-первых, конечно, послужило то, что мама очень сильно переживала. Вот, я подумала, что, ну, это, как бы, не должно безнаказанно остаться. Вот, и вот, как бы, в суете ежедневного нашей вот рутины иногда кажется, что, ай, ладно, там, пойду дальше, там, как говорится, утрусь и пойду дальше. Но вот в данном случае мне многие сказали, что нет, ты должна подать в суд, потому что он должен ответить за свои слова, потому что он всех оскорбляет. А вот в данном случае, вот, ты же не просто там какой-то пользователь соцсетей. Вот, и действительно, я хочу, чтобы был прецедент, чтобы политики знали, что они не могут оскорблять никого. Если они что-то говорят, у них должны быть доказательства веские. Вот, и если они не могут это доказать, и они просто лякнули, пускай это будет, как бы, бьет их по карману, и пусть они отвечают за каждое свое слово. Что касается кармана, у вас, наверное, спрашивали, да, почему вдруг вот полтора миллиона, как вы думаете, она соответствует ли тому вообще уровню урона, который человек по отношению к вам совершил, да? Ну, вообще, конечно, репутация – это бесценное. Для журналиста репутация – это все, абсолютно все, потому что у нас нету там недвижимости, у нас нету там квартир таких или каких-то бизнесов и так далее. Для журналиста только репутация, то, во что он вкладывается всю свою жизнь. Вот, поэтому этот человек попытался, как бы, уничтожить мою репутацию, то есть все, ради чего я работала, что я создавала сама, вот, пусть отвечает. Конечно, на усмотрение суда. Посмотрим. Это действительно интересный, по-моему, прецедент. Все зависит от судьи, и, по-моему, судья достаточно справедлива. Ну, пока я не могу комментировать, но так как процесс еще идет и продолжается, и там различные экспертизы назначаются, значит, очень серьезно к этому относятся, сама судья тоже. Наше время подходит к концу, и, наверное, последний вопрос про то, вообще, как должно, как должна выглядеть коммуникация кандидатов, не только кандидатов, и политик, между политиками и журналистами, журналистами, на ваш взгляд. Ну, я считаю, что оскорблений точно не должно быть. Не должно быть каких-то слухов, каких-то сплетен. И самое главное, что нужно исключить фабрику троллей. Фабрики троллей должны быть вне закона. Это должно быть уголовное преступление, потому что вот эта фабрика троллей, которая сейчас у нас как бы распроцветает, и они делают погоду, они очень сильно бьют по журналистике, они очень сильно бьют по политической ситуации, потому что людей убеждают, что так думают другие. На самом деле, может быть, там два или три тролля сидят и на сотне аккаунтов там пишут, то есть это искажается реальность, и это страшное преступление, это называется лжесвидетельство. Это даже грех любой религии, и это должно стать грехом нашей светской жизни, и в том числе вот в журналистике. Спасибо большое, Перезад, что вы обратили внимание на это наше дело. Всем добра. Спасибо. Уважаемые зрители, мы сегодня обсуждали судебное разбирательство между бывшими кандидатами депутата Джоркинеша, Лейлой Саралаевой и Турсумбаем Бакерулу, и Лейла Саралаева с нами поделилась о том, как идет это дело, почему это дело вообще вышло, и спасибо вам, Лейла, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok